Если вы приходите в киберспорт для того, чтобы попасть на International и выиграть миллион, вам не в киберспорт. Вам нужно приходить сюда доказывать, что вы лучше своего тиммейта по команде. Вам нужно приходить в киберспорт, чтобы доказывать, что вы лучше играете, чем кто-либо в вашем городе. Если вы реально будете тренироваться и идти вот именно к этой цели, тогда вы возможно попадете на International. Витя этого не сделает, Витя будет выбирать до конца. Я много чего посмотрел, теперь мне надо пощупать. Витя, если ты не знаешь, чем помочь команде, это твои проблемы. Я просто не знаю этих пацанов, кто это такие. Как называется эта команда, я беру их себе. Конец 2017 года в российском киберспорте запомнится надолго, ведь прямо сейчас стартует самое масштабное киберспортивное реалити-шоу, в котором у каждого любителя Dota 2 есть шанс выиграть миллион и выйти на новый уровень. В киберспорте шанс есть у абсолютно любого человека. Нажимаешь на кнопку пуск, входишь в сеть и ты уже соревнуешься наравне со всеми. Тебе 15 лет и ты хочешь стать киберспортивным, а тебе просто надо очень много играть. Студия RuHub совместно с компаниями Citilink и Intel провела отборочный этап среди любительских команд, по итогам которого 8 лучших получили шанс попасть на проект. Из них только 4 приедут в Москву и сразятся за главный приз. А вот кто это будет, решат наши звездные наставники. Я бы сказал, что на этом турнире шанс есть у почти любой команды. Всегда может что-то произойти, потому что это все-таки спорт. Это соревнования, здесь побеждает сильнейшие строгие правила. Высокие ставки, 20 игроков и много хорошей доты. А теперь давайте посмотрим, что из себя представляет буткемп Академии киберспорта Citilink. Ну что, друзья, вот это самое место, этот буткемп. Именно здесь будут жить наши участники. Первое, что бросается в глаза, конечно же, игровая зона, геймерские кресла, все по стандартам, девайсы, монитор, системный блок. Все это любезно предоставлено компанией HP. Это игровая серия Omen. Фонофактор мышки, кстати, прям вот мой. Хорошо, если вот с этой штукой все будет хорошо. Это роутер, Netgear. Как мы знаем, на буткемпе очень важен интернет. Если он не падает, то вы можете разваливать. Снеки. Это одна из моих любимых частей на буткемпе. Причем здесь нет чипсов. Здесь более здоровое такое питание. Орешки, конфеты к здоровому питанию, наверное, отнести сложно. Хотя, как мы знаем, глюкоза помогает мозгу работать, а дота – это игра для умных. У меня практически нет слов, чтобы описать то, что здесь есть. Если честно, я бы тоже поселился здесь, потому что дома у меня в последний раз, когда там было еды, было значительно меньше. Дверь в комнату, где будут жить пять человек. Очевидно, это одна команда. Мы видим две двухъярусные кровати. Одна обычная, одна спальная. Я бы выбрал, наверное, ее, если бы жил здесь, чтобы надо мной никто не храпел. Очень крутой первый этаж. Я влюбился в этот холодильник. Есть еще второй с красивым велосипедом. Пойдемте смотреть. Здесь открывается прекрасный вид. Можно мониторить соперников. Десять. Десять кроватей – это сразу два состава, две команды, что чревато. Ооо, а вот эта комната – вообще огонь мансарда. Еще пять спальных мест. И если бы я участвовал в шоу, я бы вот там, наверное, спал, чтобы не между парнями. Вот прям вот здесь вот прилег бы. Таким пустым и чистым мы видим этот дом. Последний раз. Скоро здесь будет толпа. Сейчас важнейший момент в нашем шоу. В отборочном этапе приняло участие более 400 команд, из которых лишь восемь добрались до этой стадии. Из-за несоблюдения правил две уже были исключены. Из оставшихся шести нашим наставникам предстоит каждому выбрать только по одной команде, чтобы привести ее к победе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу попросить вас об одной вещи. Эти люди в командах, они непрофессиональные игроки, поэтому не будьте к ним слишком строгими. Ну и удачи! Я бы сказал, что эта команда, в принципе, фаворит, она сильнее всех вообще на этом турнире. Она, так сказать, лакомый кусочек для каждого наставника. Посмотри, что он только что сделал на этом паке. Он просто Лину без шанса, а до этого Дейл на Monkey King в миде убивал соло людей. Это страшные ребята, на самом деле. Кстати, шутки шутками, у этой команды средний ММР, он побольше, чем у некоторых участников Интернешнл. Да не, на самом деле, ну это неинтересно, ну серьезно. Ну ты берешь парней, которые и так хорошо умеют играть, ну что их учить? Может быть, особенная задача помешать им выиграть. Не, я могу, да, я могу. Изучали, конечно, команду, да, сильная. Ну там в ферме он играет, как минимум. То есть это опять же полупрофессионал, который уже много где осветился. Все хорошее, что у нас вверху на 3. Давай, 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 ты посмотри, как им больно. Комбинушка хорошая, слушай. Дэмэш не хватило. Не, ну с алхимиком играет, это уже зачет. С алхимиком... Ты, по-моему, не зачет, я 5 баллов снимаю с контактами. Они ченом играют. Вообще чен это яркий показатель. Да, вот, кстати, это очень... Нужен уметь нажимать кнопки и постоянно передвигаться по карте, иначе ты... Но чен-то играет против них. И он проиграл. Более того, он не умеет нажимать кнопки. Это яркий показатель, видите? Блин, просто вот из всех команд, которых мы видели, я вот вообще не могу вспомнить прям коллективы, которые активно юзали DAAC, Чена, Энчантрос. Так зачем мне за Чена, Энчантрос? Покруто есть, не забывай. Вопрос еще, вопроще, чтобы герой брать. Ты, ты, я... Ой, ладно. Ярослав за контрил просто. На корню. Я не могу как бы объяснить, нет, не крутые, невозможно играть Ченом. Как ты будешь... Представляешь себе, ты не профессиональный игрок, не играешь в профессиональной команде, и вообще ни в какой команде не играешь. Кем ты играешь? Макака играешь, как Фервиан в этой игре, там, каким-нибудь Даззлом еще можно. Фурионом, Паком, Ланайей, Инвокер, Шейкер, Шмейкер, там, Патимейкер. А почему? Смотри, ты приходишь в команду. Да. Ты Роджер. Но ты не главный, ты не босс. И ты такой на четвертую позицию. И тебе босс твой говорит. Слушай, Роджер, а ну-ка на Чена сел и научился, а иначе вон дверь. И ты учишься, все, и поэтому, естественно, профессиональные игроки, они умеют играть, потому что ты не можешь не уметь, иначе как бы вон дверь. А в паблике ты не будешь учиться, а так как это игроки полупрофессионалы, они, ну, никто и не играет на Чене. Это я объяснил просто. По ним видно, короче, что они дерутся, как СНГ-команда. Тут все так дерутся, я тебе так скажу. Не, ну, неплохо, на самом деле. Фирмен делает даблкил, двух забрал Хадукина. Что нам понравилось сразу у этой команды, потому что у него очень клевое название. Not like this. Вилтей играет за зло здесь. Что он делал сейчас? И он убил. Не, он не добил. Ну так вот именно. Слушай, мне надо понять, что это за хайлайт, мне надо ближе подойти. Виталий еще на каком-то проекте подрабатывает. И все запутал. Я просто не знаю этих пацанов, кто это такие. Вот в этом мы с тобой солидарны. Так ты не должен, Ветель. Это команда НЛТ называется. Короче, в этой команде почти весь упор делается на мидера, потому что если посмотреть по тому же пику, то всей силы отдаются шторму. Дрог, который для того, чтобы шторм убивал. Сам по себе шторм, герой, который довольно-таки неплохо заходит в пик. И, допустим, в других играх там то же самое. Все идет чисто на мидера. И Лич дает броню шторму невероятно, невероятно. Сейчас он развалит в этой дроге. Смотри, стри, отошел, отошел, отошел. Сейчас на развороте, на развороте, смотри, стри, оп, оп. Ну ты посмотри, что делает, а? Сейчас прыгай на хайграунд и умрет. Давай, прыгай на хайграунд и умирай. Там произошла атака и задница. У них большие проблемы у этих ребят были, походу. И прошлая игра была тяжелая, и эта игра тяжелая. Слушай, а тут очень опасный сейчас был момент вообще. Они тут реально могли бы сторону потерять, но что-то зашли и кеданули. И физ всех порубил. Понимаешь, на самом деле, вот в том-то и проблема этих неопытных, так скажем, команд, да, молодых, в том, что они могут отдать все преимущества. Это у нас и опытные команды так могут. Ну, у нас и опытные могут, но неопытные это делают особенно часто. Впечатление эта команда оставила не самые крутые, несмотря на то, что она как бы выиграла квалификации, по сути, и добралась до финальной стадии. В драках мы прям не понимали, что куда, что как, почему у них так не получается, почему у них получается то, вообще не то, что они хотели сделать в драках. По крайней мере, они играют с пугнами. Ну, они играют, я так понимаю, это пугна не оффлайн, правильно? Это медовая пугна у них, да? Да. Да, это медовая пугна. Ну, медовая пугна – это слишком легко. Сейчас любой дурак, даже я, умеет играть на медовой пугне. Я бы на это посмотрел. Не переоценивай все. Я тебе могу показать реплей, я вчера играл на медовой пугне. Ты проиграл? Я проиграл, но это же не значит, что я не могу играть. Он не говорил, что он выиграл. Я не говорил, что я выиграл. Я сказал, что любой дурак может играть на медовой пугне. Не важно, кто выиграл, кто проиграл. Важно, кто как играл. Вот, я играл хорошо. Димон. Это панч какой-то был сейчас. Видно, что даже в игре, в которой они доминируют, доминировали начало, опять же, какой-то начинается камбэк от противников. То есть, не могут они додавить, не могут. Может, у них с Капитаном проблемы? Может, нет лидера какого-то, который говорит, так, все собрали, 5 смог пошли? Может, нет наставника? Возможно, нет наставника. И я смотрю на их игру, возможно, и не будет. Пик неплохой, да. Мне довольно импонирует то, что они набрали. Посмотри, три сильных очень кор персонажа на трех позициях. Веник, Визаж и Инчай. Лич, который где угодно при этом может еще усилить. И довольно сильный, ну, один из самых сильных роумеров, понятно, в виде Ор Спирита. Довольно интересно. То есть, вообще, их пик похож на пике Кайла из... Из комплексити? Из комплексити, да, вот что-то такое. Очень похож. Даже команда, которая уровнем намного ниже, может обыграть команду уровнем намного выше, если придумал одну какую-то очень крутую стратегию и очень круто ее исполняет. Если они реально имеют одну остроту, а у них вот то, что мы видим сейчас... Фишка-то... Приблизительно похоже на то, что мы видели в финальном матче, только там вместо Виномастера был байкер. Мы этого не знаем, как раз они... Мы этого не знаем? Мы знаем то, что помимо сильных Enchantress у них очень сбалансированный пик почти каждую игру. И они постоянно делают хорошие сборки. То есть, вот по сборкам у них десятка. По алхимии стоит сказать, что... Ну, хорошая команда. Ты четыре фонтана пошел. Вот! 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 Они так не делают! И тут вот этот твизер взлетает. Минус пять баллов. А, хорошо, я понял. Не лезут под фонтан. Простите. Мы только... Очень дисциплинированная команда. Очень дисциплинированная команда. Сдержанная такая, все размеренно делает. Две стороны стоит, Т2 стоит под фонтаном минус четыре. Минус три, ладно? Ну, минус три. Ну, накинул еще запорты как-то не пошел. На самом деле, слишком рано мы начали подводить итог. Блин, как же не повезло сейчас с этим ребятам, что мы не перестали смотреть этот реплей, на 20 минуте, когда все типа уже ясно. Они молодцы, красавчики. Они такие, опа, мы же все-таки за СНГ, не забывайте. Эти длинновосточники? Это косплей на нынешних Immortals или старых MVP Phoenix. Они просто бегут и постоянно дерутся и убивают. И вообще все равно меньшинство, большинство. Есть откаты ультимейтов? Нет. Они просто бегут и дерутся. КФ на вышку? Классно. Классно. Есть недостаток? Нет топ-крана. На самом деле, это просто такой игровой стиль. Он прикольный, он приносит определенные плоды. Да, есть минусы, естественно, где-то ты будешь из-за этого очень сильно страдать. Но в этом можно и кое-что поправить. Такой игровой стиль, я тебе могу со стопроцентной уверенностью сказать, он может выиграть даже International, если грамотно его исполнить. Они играли вот эти квалификации на серверах европейских из Владивостока с пингом 200+. И как бы, ну, когда у тебя пинг 200+, придумать что-то прям такое утонченное на исполнение, но оно, наверное, не получится. Поэтому берем топорную остроту и с этим топором бежим вот так вот. На их месте я бы тренировался где-то вот там вот на Китае, на каких-то азиатских. Скорее всего, туда даже пинг поменьше. Они очень хорошо думают. Допустим, мы с тобой комментировали игру, где ребята столкнулись с физ-ДПС стратой. Что они сделали? Они просто накупили большое количество брони. Они покупали себе Кираз, Владмирос, там некоторые ребята тарли-плейт-мейлы, батлеры. У них Doom был с батлером и с скушенным крипом. То есть они в итоге страту сделали такое, что они, в принципе, чисто физически проиграть не могли. Мы с тобой видели, как там бегало пять героев, и их противники могли убить максимум одного героя. Это был Санкинг Уфлэйн. Все. Другие герои просто не могли физически умереть. И думают они хорошо. Так, все. Я, по-моему, понимаю, что Витя сейчас должен сделать. Витя. Витя этого не сделает. Витя будет выбирать до конца. Я много чего посмотрел, теперь мне надо пощупать как бы на глаз такие вещи. Что тебе надо пощупать? До невосточных дотеров или что-нибудь? Да, и начнем хотя бы с этого. Я бы пощупал до невосточных дотеров, сейчас на тебе скажу. Когда в компьютерную игру играет 2 миллиона людей прямо сейчас, а там 13 миллионов людей за последний месяц. Понятное дело, круто играющим парням хочется доказать, что они круче, чем кто-либо. Киберспорт очень похож в этом плане на обычный спорт. Шанс пробиться не самый большой, а шанс угробить себе жизнь велик. Если ты выдающийся игрок, если у тебя получается побеждать всех, то как правило тебя сразу замечают. Шанс есть всегда и у всех на любом соревновании. У нас здесь шоу с огромным элементом соревнования, то есть команда будет биться. И я думаю, что если они дошли уже до этой стадии, то и в этой стадии любая из них может проявить себя. Я выбрал все команду, и я уверен вообще в этом выборе на 100%. Короче, я хочу себе либо дальневосточников, либо СТГП. Ты не поверишь, я тоже. И как мы будем это решать? Ну, можно на отвертках. Можно на отвертках за гаражами, а можно и миром. По алчиме мы когда обсуждали игру, я сказал, что алхимия мне нравится, они дисциплинированы, но не слишком дисциплинированы, и они дохнут под Т4. Это было критическое. Ты понимаешь, один мув заруинил всю карьеру. Согласен, согласен. Мне, в принципе, будет интересно поработать с коллективом, который уже не уже сформирован, у них уже каждый знает то, что делает. И, мягко говоря, очень трудно вливаться в такой коллектив за два дня. Мне будет интересно поработать с теми, кто вот только-только начал играть и посмотреть, что из этого можно слепить. О, все. Саня. Господа, я думаю, что каждый из вас уже выбрал себе по команде, поэтому держите. Нормальные выбрали, да. Держите ручки. Эти там еще что-то не определились, по-моему. По одной из шести выбор не самый простой. На этих карточках каждый из вас должен написать название той команды, которую он будет вести к финальной битве и к победе в турнире. Витя, ты понимаешь, что ты сейчас вот тремя или четырьмя буквами можешь испортить чью-то жизнь? Ты должен это понимать. Ты должен это понимать. Жизнь Ярослава не списывать. Все, я готов. Я готов. Ярослав готов. Ручку оставь себе, ладно. Спасибо. Наставники сделали свой выбор и четыре команды приедут сюда, в Москву, чтобы сражаться за главный приз. Я сейчас объявлю эти команды. Итак, Скилл, СТГП, НЛТ и ДВК с тремя восклицательными знаками. Ребята, сейчас вы уже знаете, что ваш билет в Москву получен. Когда вы сюда приедете, вы узнаете, кто именно из наставников вас выбрал. Смотрите Академию Киберспорта Ситилинк и не ходите в МИД Триплой. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok